Привет-привет, это канал с самыми актуальными новостями из мира высоких технологий. В январе Volkswagen Group продала больше электромобилей, чем любая другая компания на ключевых европейских рынках. Доля Tesla при этом рухнула за тот же период, а китайские производители в совокупности заняли первое место. Джоан Сейзел, AFP, Jetty Images Tesla на рынке Европы продолжает сдавать позиции. Согласно основанному на открытых данных отчету автомобильного аналитика Маттиаса Шмидта, Маттиас Шмидт, в январе на 18 ключевых европейских рынков было поставлено 1619 электромобилей Tesla, что составляет лишь 3,5% от общего числа электромобилей. Стоит сказать, что в январе 2020 года американский автопроизводитель продал 1977 автомобилей в Европе, тогда это было более 5% рынка. В эту аналитику входит большинство стран Европейского Союза, а также Великобритания, Норвегия, Исландия и Швейцария. А вот 13 стран Центральной и Восточной Европы, включая Россию, в статистику не вошли. Господин Шмидт назвал январские показатели Tesla стабильно низкими, отметив, что европейский график поставок компании показывает пик объемов в конце каждого квартала. Однако аналитик отметил, что годовые поставки Tesla в настоящее время отстают даже от Hyundai Skia, которые стали третьей по популярности группой поставщиков электрокаров в Европе. Zekilo Uwates Tesla была уверенным лидером по продажам электрокаров в Европе в 2019 году. Тогда компания продала более 109 тысяч автомобилей, что составило 31% рынка электромобилей региона. Но в 2020 году ситуация изменилась, Tesla отстала как от Volkswagen Group, так и от Альянса Renault, Nissan и Mitsubishi. В 2020 году Tesla уже занимала лишь 13% европейского рынка и даже сократила абсолютные поставки электромобилей на 10%, до почти 98 тысяч. Кстати, Китай сейчас является главным рынком электромобилей. В январе в Китае было зарегистрировано 179 тысяч электрокаров и гибридов против 110 тысяч в Европе. Это тем более примечательно, что за весь 2020 год в Европе было зарегистрировано 1,33 миллиона электромобилей против 1,25 миллиона в Китае. Отчет Шмидта показывает, что Volkswagen Group, которая производит машины под марками VW, Audi, Skoda, Ceed и Porsche, была в январе в Европе самым крупным поставщиком электрокаров, поставив 10193 автомобилей, 22% от общего числа. За нею с 9005 электромобилями вплотную следует Stellantis Group, образованная в начале этого года в результате слияния Fiat Chrysler с PSA, в которую входили Peugeot и Citroen. За Stellantis идет корейская группа Hyundai и Kia, все более популярная в Европе, 7087 регистраций. Альянс Renault, Nissan и Mitsubishi стоит на четвертом месте с 6018 регистрациями. Затем идут Daimler, BMW и Volvo, и у всех больше поставленных на рынок в январе электрокаров, чем у Tesla. Германия остается крупнейшим рынком электромобилей в Европе. 16 315 электрокаров, прошедших регистрацию в январе, это больше, чем общее количество поставленных электрических машин на два следующих крупнейших рынка, Францию и Великобританию, вместе взятых. В январе Zorinold была самой популярной моделью среди электромобилей в Европе. О ситуации на мировом рынке электрокаров в 2020 году в целом можно прочесть в отдельном материале.